Хотели, может быть, обратили внимание, что здесь не только церковь, но и благотворительный фонд существует. Он называется «Надежда по всему миру». Я немножко про него расскажу. Вообще он начал работу в нашей стране в 96-м году, то есть достаточно давно. И существует на данный момент в Москве, в Омске, Новостеберске, Ростове-на-Дону и в Екатеринбурге. Но мы самые маленькие фонд в Екатеринбурге, и у нас на данный момент всего две программы. Мы помогаем бездомным людям и людям, попавшим в сложную ситуацию. Каждую неделю они получают продуктовые наборы, лекарства, и если есть нужда в сезонной одежде, носки, тёплые вещи, ну и по потребностям. Бывают какие-то эксклюзивные заказы. Помогаем этим людям пройти обследование медицинское или восстановить документы. Хотела рассказать, почему я вот это вот всё к музыке. Потому что благотворительность, ну на мой взгляд, хоть я и не сняла сегодня, но это тоже восхваление, да. И об этом сегодня утром я читала в Библии. Притча, 14 глава, 31 стих. Кто притесняет бедного, тот кулит Бога, а чтущий его благотворит нуждающимся. Притча 11.17. Человек милосердный благотворит в душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. И притча 19.17. Благотворяющий Господу даёт взаймы. Благотворяющий Господу даёт взаймы. И Он воздаёт ему за благодеяние Его. Хочу сказать, нам очень нуждаемся в волонтёрах и в людях, которые будут участвовать в наших проектах. То есть, если вас это заинтересовало, вы можете подойти ко мне или можете поучаствовать в буфете. Купите пирожок, который я для вас испекла, и все деньги пойдут в благотворительный фонд. Также на стене висит сердце. В сердце на нём написан благотворительный фонд «Надежда по всему миру». Вы можете просто пожертвовать любую сумму, которая у вас есть в кармане, и это тоже будет взаимогосподом, и вы кому-то поможете таким образом. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.